Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла, и сегодня мы будем рассматривать седьмую главу этого послания. После вступления в этой главе, 1-2 стих, апостол Павел начинает с повествования о своих скорбях и Божьих утешениях, пережитых им в Осии. Об этом стих с 3 по 6, делая это в виде благодарения Богу и с целью назидания Коринфян. 7 по 11 стих, затем он переходит к свидетельству о добросовестности как своей личной, так и своих сотрудников. с 12 по 14 стих, их защищению себя об обвинении в легкомыслии и непостоянстве, с 15 по 24 стих. И мы читаем 1-й и 2-й стих 7 главы 2-го послания Коринфянам. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны платья и духа, совершая святыню в страхе Божьем. «Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». Мы видим, как в этом послании апостол Павел все время хочет достучаться до сердец Коринфян. И у него даже есть некий такой комплекс вины, то, что он одного из их братьев, об этом мы читали в 1-м послании, предал вознеможение сатане. Но он его и простил, об этом мы видели во 2-м послании. И он настаивает на том, что, имея такие обетования, мы можем очистить себя от всякой скверны платья и духа. И, совершая святыню, возможно, имеется в виду вечеря святого причастия, в страхе Божьем мы тем более очищаем себя, он восклицает «вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». И если даже они предали вознеможение сатане брата, то сделали это для того, чтобы его дух был спасен. И во 2-м послании мы уже читали о том, что его простили, и простили от имени Иисуса Христа. Блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет. Апостол Павел в 1-м стихе этой главы завершает мысль об исхождении из мира. Апостол говорит, «Итак, имея эти обещания, возлюбленные, давайте очистим себя от всякого загрязнения платья и духа, совершая святость в страхе Бога». Слова эти говорят о том, что мы получили обещание стать богами по благодати, получили обещание стать детьми Божьими, что Бог будет жить внутри нас. Имея такое обещание, мы должны изменить себя. Мы получили величайшее обещание стать детьми Божьими. Хотя таинственно все уже дано нам, и христианам нужно заботиться о спасении, это немыслимая радость христиан, нам все уже дано. Далее отец Даниила рассуждает. Святой Николай Квасила писал, что вкусивший святого причастия не имеет нужды уже больше ни в чем. Причастник достиг крайнего предела, выше которого уже ничего нет. Что может быть больше, чем принятие самого Бога внутрь себя? Это абсолютный предел, подумайте, беспредельный предел, входя в который ты уже погружаешься в некую бездну любви божественной за пределами времени. Но получив все эти возможности, все силы и став детьми Божьими, надлежит нам жить в этом состоянии, потому что сочетание с Богом невозможно для тех людей, которые не желают себя очищать. Отец Танил Сысоев очень тонко и грамотно, с богословской точки зрения подмечает, что христианин – это тот, кто желает себя очистить. Это не тот, кто себя очистил. Если человек скажет о себе, что он очистился, он в состоянии прелести и самообмана. Лучшая мотивация не грешить и очищаться – это радость от той благодати, которую мы получаем в святом причастии. И нельзя не согласиться со святым Николаем Квасилой, который говорит, что если ты причастился, ты имеешь все. Это и рай, и царствие Божие, и царствие Небесное – все одновременно. Выше этого невозможно соединение с Богом. Таким образом, жизни будущего века, через святое причастие, они сравняются с нашей теперешней жизнью. Далее апостол Павел пишет. «Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Ранее он говорил, что наши души открыты. Для вас наши совести открыты. Раскройтесь и вы. Павел продолжает. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, призабилую радостью, при всей скорби нашей». Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, то есть со стороны внешних, внутри страхи, то есть общая паника среди христиан. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Казалось бы, какая-то незначительная деталь прибыл Тит. Но Тит не просто прибыл, он прибыл с вестями о коринфских христианах, что они с радостью восприняли первое послание. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас». То есть Тит рассказывал, как читал первое послание в Коринфе, «пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». То есть мы, христиане, являемся утешением друг для друга, и об этом надо помнить. И ни одного христианина нельзя делать нерукопожатным. Наши сердца должны быть открыты для каждого, чтобы от чрезмерного искушения не погиб бы брат наш. И далее апостол пишет, «Посему, если я опечалил вас посланием, то есть тем, которые Тит читал у вас, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Ведь он уже сказал, что у них был и плач, и ревность по апостолу, а усердие они проявили. Они согласились с позицией апостола Павла в первом послании к Коринфинам. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но чтобы вы опечалились к покаянию». Они плакали, это были слезы раскаяния. «Ибо опечалились ради Бога». Что значит «ради Бога»? «Ради того, что мы еще несовершенны, мы еще не очищаемся так, как этого бы хотел Бог. «Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Действительно, когда мы испытываем печаль, читая Евангелие, что какая-то часть нашей жизни не соответствует божественным наставлениям, это печаль, которая может нас исправить, подвигнуть нас к покаянию, к исправлению. А печаль мирская, она вообще бессмысленная. Мирские сожалеют о том, что они так и так потеряют в побед своей смерти. В Евангелии от Луки, 22 глава, 59 по 62 стих, мы находим такие слова. «Прошлось час времени, здесь мы сравним печаль ради Бога и печаль мирская, которая производит смерть. В чем отличие? Прошлось час времени, еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды и, выйдя вон, горько заплакал». Это была печаль ради Бога, который производит неизменное покаяние ко спасению. А что такое печаль мирская, которая производит смерть? Евангелие от Матфея, 27 глава, 3 по 5 стих. «Тогда и Юда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Вот два типа печали, два типа раскаяния. Павел пишет, печать ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская, разочарование в самом себе, производит смерть. Все это слишком суицидально. Далее, 11 стих, апостол Павел пишет, «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле». Амбразиастер пишет, «Верно замечено, ибо кто раскаивается, усердствует, чтобы вновь не согрешить, какие извинения, правильно, ибо раскаяние не имеет извинения, но имеет признание. Какой страх, Павел показывает страх грешника, который просит отпущения преступления, какое желание, ибо желает преобразовать себя тот, кто знает, что через прегрешение обезобразил себя. Какую ревность. Ревность начинает испытывать в совершении добрых дел и начинаний, которые понимают это все как полезное для себя». Конец цитаты. И далее мы читаем, 12 стих и ниже. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя». Оскорбитель – это тот, который согрешил с мачехой. Таким своим поведением он оскорбил и всю общину. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного». Оскорбленный – это народ Божий, коринфяне. «Но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом». То есть мы это написали, он как бы говорит, не для того, чтобы опозорить вашу общину. «Посему мы утешились утешением вашим», то, что Тита рассказал. «А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной». То есть у нас нет двойного дна, мы не интриги затеваем, мы хотим вас исправить. Так рассуждает Павел. И о Тите он пишет, «И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». То есть согласились со всем, что Павел написал в первом послании к коринфянам. «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Вот так, касаясь острых серьезных проблем, апостол Павел делает это все-таки очень деликатно, чтобы не трамвировать христиан коринфа, которые уже трамвированы тем, что он написал в первом послании к коринфянам, что у вас есть блудодеяние, которого нет даже в миру. Вот такой деликатности надо учиться у святых апостолов. Даже их обличения преисполнены любовью. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы окончили рассмотрение 7 главы 2 послания к коринфянам, первосковного апостола Павла. Если бы мы живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 8 главу этого же послания. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok